Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Терри Пратчетт. Стража-стража. Перевод с английского Анастасии Грозуновой. Посвящение. Их называют дворцовой стражей, городской стражей, патрульной службой. Как ни называй, в любом героическом фэнтези у них одна задача. Где-нибудь в третьей главе или на одиннадцатой минуте фильма врываться в комнату, атаковать героя по одному и кроваво гибнуть. И никто не спрашивает, такой ли судьбы они хотели. Свою книгу я посвящаю этим прекрасным людям. А также Майку Харрисону, Мэри Джентл, Нилу Гейману и всем прочим, кто поддерживал и высмеивал идею «Б-пространство». Жалко, что до Шрёдингерово издания в мягкой обложке дело так и не дошло. Сюда ушли драконы. Здесь они залегли. Не умерли, не уснули. Ничего не ждут, ибо ожидание подразумевает надежду. Пожалуй, тут уместнее всего слова «анабиоз». И хотя пространство это не похоже на обычное пространство, драконов сюда набилось битком. Каждый кубический дюйм занят лапой или когтем, или чешуйкой, или кончиком хвоста. И это зрелище похоже на оптические обманки. Если приглядеться, глаза распознают, что и пустоты между драконами тоже вообще-то дракон. Картина эта наводит на мысль о банке сардин. Если, конечно, сардины представляются вам громадными, и чешуйчатыми, и гордыми, и надменными. И, надо полагать, где-то имеется консервный нож. А в совсем другом пространстве Канг-Марпорку, старейшему и величайшему и чумазейшему из городов, подступало раннее утро. С серого неба сеялась легкая морось, она простегивала речной туман, что клубился на улицах. По своим ночным делам шастали крысы всевозможных пород. Под влажным плащом ночи убийцы убивали, воры воровали, давалки давали и т.д. А пьяный капитан ночной стражи Ваймс медленно проковылял по улице, пластично кувырнулся в канаву напротив околодка и остался там лежать. И в сырости над ним шипели, и разноцветно переливались странные световые буквы. Говорят, этот, как его нам, этот штука такая, женщина, вот чё, баба, ревущая и древняя, многивековая, башку тебе морочишь, чтоб ты в неё, это, как его, втюрился, а потом как заедет те в эти, по этим, как их штуки такие, во рту, зев, зубы, вот чё. Она, она, это, как её, ну, это, собака женская, вот эта щенок-псенка, сука, и ты её ненавидишь. И, и уже думаешь, вот как я её, его выкинул уже совсем из этой, как её. Ладно, неважно. И, и тут она, здесь сердце своё гнилое, громадное, как откроет. и ты такой тереешь, равна, 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 так как, веси, ага, от его. Не угадаешь, чего, чего ещё она выкинет? Куда тебя выкинет? Знаешь только что, никак тебе её не бросить. потому что, потому, как она твоя. Больше у тебя и нету ничего. Даже, когда, канаве, у неё, валяешься. На этом книжка подошла к концу. Это был ознакомительный отрывок. Полную версию книги вы можете скачать или прослушать онлайн, перейдя по ссылке в описании под видео. Достаточно зарегистрироваться, и, вуаля, книжка у вас. И помните, авторы, декламаторы, редакторы, тоже люди, они тоже хотят кушать, и на добровольных началах, к сожалению, в наше нелёгкое время, работать фактически нереально, особенно качественно. Поэтому, ребята, поддержите, как минимум, автора и декламатора, купив лицензионную книгу. Продолжение следует...